Кафедра психиатрии в шоке, а с ней весь медицинский вуз. Диагноз выборы. Заведующая кафедрой профессор, доктор наук Ирина Шереметьева в конце июня перестала ее возглавлять. Ученый совет не одобрил ее кандидатуру. 41 против из 58. Представляете, 41 против. 13 за и 4 испорченных. Я испорченная отношу это люди, которые были так же обрабатывались, но, наверное, совесть им как бы приостановилась. Решили, что все-таки нельзя так поступать. Я отношу результаты голосования только к спланированной акции. Она кандидат на пост ректоровоза. Это ее вторые выборы. На первой шла вместе с Игорем Салданом, ректором действующим. Тогда, призналась, он сам и попросил ее участвовать. Неладное началось в последние годы, когда она четырежды переизбиралась на заведующую кафедрой. Срок трудового договора, обычно пятилетний, у нее составлял два года, а в последний раз вообще девять месяцев. Официальный ответ ВУЗа звучит так. По итогам голосования кандидат Шереметьева не набрала нужного количества голосов членов ученого совета АГМУ и не была избрана на должность заведующей кафедрой. Причиной увольнения является истечение трудового договора. Увольнение Шереметьевой – это фатальная ошибка, вот это от страха. Иван, назовем его так, выступает от лица всех недовольных политикой руководства университета. За пять лет, говорит АГМУ, выпал из рейтинга сотни лучших ВУЗов. Ушли десятки преподавателей, в том числе именитые профессора. По словам Ивана, не сдержал ректор и обещаний. Строительство нового общежития с нуля, где будут, ну скажем, где условия будут еще более лучшими, чем на Крупской, то есть двухместное проживание и так далее. Вот, и так далее. Строительство в Иване. Из всего этого он построил новую мусорку, которая находится на Крупском. Там, где должен, по иронии, располагаться наш бассейн. А кроме того, вокруг ВУЗа то и дело вспыхивают скандалы. Например, аспирант Павел Трегуб ушел после высказываний в соцсети о задержках стипендий. Его руководитель, завкафедрой патофизиологии Владимир Куликов, заявлял об уничтожении науки в университете. А профессор Борис Пивень сравнивал ВУЗ с заведением казарменного типа. Сейчас он работает в ОЛДГУ. После сюжетов на эту тему студентов, критиковавших руководство, вызывали. Иван и сейчас говорит анонимно. Связаться с преподавателями и кандидатами на пост ректора, пояснили ВУЗе, пока не представляется возможным. Все в отпуске. Нужно менять тот климат психологический и те подходы и отношения к кадрам и коллективу, то, что есть на сегодня. Это и есть главная идея предвыборной кампании Шереметьевой. Несмотря ни на что, она продолжает быть кандидатом на должность ректора медуниверситета. И в соответствии с ее обязательным требованием была по инициативе медуниверситета проверена. Оргами также прокуратуры нарушений по ее документам и квалификации образования выявлено не было. Адвокат ждет ответа от госинспекции труда и прокуратуры, чтобы проверить закон на стене продления трудовых отношений с Шереметьевой. А ВУЗе отмечает, претендовать на должность ректора может любой кандидат, в том числе и неработающий в ГМУ. Дата выборов по-прежнему неизвестна. Анастасия Дороган, Николай Щелко, Алексей Кризин. День с толком.